всем привет с вами компания волжанка и геннадий гадилов сегодня мы поговорим о ледоставе информация думаю будет актуально и полезно самое такое время напряженное которого ожидают это когда встанет лед рыболовы ждут его и надо учитывать не то что безопасно выйти на лед но и заглянуть в будущее все зависит от того именно как он становится в идеальном случае с моей точки зрения это выпал снег укрыл землю и встал лед без снегопадов при хорошем мороз и лед начинает нарастать быстро хорошо это относится принципе ко всем водоемам но здесь есть определенные нюансы если лед становится во время снегопада то вот эта структура на которой которая должна по идее нарастать она является каша образный такой то есть снег ложится замерзает ложится замерзает и вот такой лед будем говорить первые он не очень хороший он опасен он становится матовым и вы не можете определить визуально надежен он или нет я не говорю о том что попробовать пешней обязательно первый лед лучше с пешней выходить а если добуром и все зависит от того как будет развиваться событие то есть это могут быть морозы все это как бы улучшится поскольку лед нарастает запомните снизу они сверху именно нарастание льда промерзание вот этого слоя и лед начинает нарастать снизу то есть сверху вас будет молочный матовый внизу уже такой твердый хороший плотный лед это вот такой маленький момент на реках на водоемах проточных особенно актуально на регулируемых водоемах становление льда очень тоже сложная вещь вы должны наблюдать и запоминать именно как встал лед чтобы потом в дальнейшем посередине зимы и по последнему льду уже имеет представление что находится у вас под ногами и так регу реки регулируемые и не регулируемые я ну на регулируемых там понятно шугу как правило уносит начинается процесс образования шуги которая смерзает и становится нормальный лед иногда даже прозрачный а вот на регулируемых реках там намного сложнее может стать корка льда там три четыре пять сантиметров и внезапно произойдет сброс лез лед еще не устоялся где-то полыни где-то что его начинает ломать начинается торожение рапак образуется лединки становится вертикально пригоняет следующую пустотелая чай пустая часть где чистая вода замерзает со снегом там по-разному и получается такая достаточно неоднородная структура это очень опасный лед пока он не устоялся лучше не выходить а если выходит то спешной со всеми приосторожностями лучше как говорится рыба к нам чем мы к рыбе подождите вот этот момент вот здесь у меня табличка она взята из гидрологического справилась справочника она актуальна и достаточно корректно единственное что я хочу обратить внимание здесь не учтено то что выпал снег то есть это чистый лед на мерзание льда здесь он оказана температура окружающей среды воздуха да здесь изначальная толщина льда и вот это ниже идет прирост то есть если у нас ведет меньше десяти сантиметров толщина льда начале будем считать от нуля достаточно корректно при температуре минус 5 градусов за сутки номерзает 4 сантиметра это опасный лед то есть вы должны это учитывать при минус 10 6 уже более-менее как-то так это за сутки то есть двое суток у вас будет 12 сантиметров ориентировочно и все будет хорошо то есть есть два дня постояла минус 10 уже в принципе можно выходить безопасный налет но при минус 15 и 20 естественно 8 и 9 сантиметров это уже даже хорошая ночь нам сутки поставила 9 сантиметров все спокойненько идите на малопроточный слабо проточные водоемы так что здесь будет все хорошо лед нарастает естественно толщина его увеличивается теплоемкость достаточно большая и прирост идет значительно медленно то есть при температуре минус 5 градусов 10 сантиметровый лед нарастает всего по полтора сантиметра в сутки то есть это тоже вот вот эти все моменты все значения они достаточно корректно если зачем толще лед тем медленнее идет нарастание зависимости от температуры значит кому это интересно мы поставим сейчас табличку и кому интересно можно сделать скриншот и сохранить это полезной и нужной информации следующий такой момент поле доставу просто расскажу была зима такая очень интересный водоем стал отличный первый лед толщина вид мы вышли сантиметров 78 отличный был улов там все прекрасно все замечательно и всю неделю шли мощные снегопады но поскольку выходной день предыдущий нам поблазил все было просто шоколадно мы поехали на эту водоем снега выпало где-то с полметра и выйти на лед мы не смогли вот это огромная массив снега выдавил воду из-подо льда и выйти на лед было просто невозможно не ходить и комфортно то есть это снежная каша а под ней тонкий тонкий слой льда это было очень опасно и неприятно вот учитывайте такие моменты водоем поскольку рыболовы не ходили там получился замор очень было жалко рыбу очень много и хорошо но вот этот момент после мощных снегопадов лед перестал до мерзать и выйти на в дальнейшем было просто нереально это снежная подушка она при небольших снегопадах образуется слуд знаете да то есть у вас матерый лед идет то что встала потом насыпало снега воду выдавило какое-то количество здесь вот образовался еще слой льда один такой вот вот а здесь у вас вода такая неприятная история как говорят двухслойный лед бывает трехслойный но будем говорить если нижний слой да вы помните что хороший толстый нормальный то есть можно нормально двигаться неприятное ощущение когда вы идете проваливайтесь сквозь вот этот намерзший слой то есть ощущение что вы падаете куда-то проваливайтесь вот об этом я говорю что именно запоминайте что у вас находится там ниже если мороз стоят нормальные этот лед смерзается получается монолит и собственно говоря все нормально все идет при бурении кстати говоря получается такая интересная вещь когда вы проходите слуд обратите на это внимание особенно при работе с ледобором что виток у вас может нет первый вот эту луночку у вас до конца не добуриваются виток проваливается и попадает уже в матерый лед еще два-три оборота шаг винта шнека и вот это расстояние может отличаться и она и будет отличаться и у вас начинается эффект подклинивания то есть проходя вот этот первый слой который слуда до ледяной постарайтесь обратить внимание чтобы у вас был добурен отверстие эта луночка была добурена до конца именно в этом суде дальше проблем уже не будет обращайте на это внимание это важно берегите свои инструменты ледобуры ледобура вещь на рыбалке просто незаменимая можно оборвать мормышку леску там все что угодно сломали ледобур можете идти домой при добру мира относится в меньшей мере они достаточно устойчивых таким условием и идем дальше почему важно запомнить именно первые вот это становление льда приходит время весна начинается и вы начинаете вспоминать какой был там у меня внизу лед уже держится до самого последнего до самого последнего держится в тот слой который намерз в самом начале если там все нормально и последний лед у вас будет относительно безопасно при сохранении чувство самосохранения это тоже важно еще нюансы я уж начал говорить про бурение и закончу встречаются рыболовы ну сейчас их гораздо меньше которые перед началом бурения дело так удар как пешной бог ледобуром по льду они не думают о том что если отрицательная температура хорошая такая отрицательная то могут так сколоться заходные углы ножей и рыбалка уже как бы становится не такой комфортной как было раньше а заходные углы ножей это важная одна из самых важных частей ножа у вас может подсесть лезвие но если целый заходной угол то вы будете спокойно работать ну даже посевшими ножами это вот такой момент еще следующий особенно по перволюде рыба устремляется берегу народ идет берегу естественно там своя жизнь какая-то сверлит мунку и начинает прокачивать так это по-мужчински ух вверх ух ребята в этой истории вы делаете гидродинамический удар то есть вот когда вы ледобор опускаете резко в воду прокачку начинаете идет гидродинамический удар вода не сжимаемой жидкости и весь этот удар передается ниже особенно там на глубинах полтора метра где-то два метра вы просто разгоните рыбу из-под лунки вот на этот момент я тоже попрошу обратить внимание и по безопасности на льду значит вы вышли на лед лед прозрачный шоколадный все сантиметров пять там шесть некоторые отважные там и на более тонкий лед мы же надевают там всякие дела выходят лед начинает трещать когда трещина идут от вас такие тут ну да неприятно да потрескивает но это не критично страшно когда под вами образуются концентрические круги то есть трещина пошла кругами и еще в разные стороны от вас расходятся как бы радиусы ситуация крайне опасно если вы успеете вы должны быстро лечь в воду неважно куда и уползать вы спасете себя это точно ящика можете бросить подумайте жизнь дороже и на животике потихонечку потихонечку ползить от опасного места это вот такая важная деталь я сам попадал на эти гвозди это очень неприятно и очень страшно ну напомню еще раз по классическим таким правилам безопасности первый лед самый прочный это темный матовые места это опасность опасность также может подстерегать в ближе водной растительности вот там камышей каких-то островков тоже опасно мест на коряга торчит вокруг тоже может быть какая-то вещь неприятная старайтесь обходить такие места и выбирать безопасные места выхода на лед и продвижение важно выйти войти и выйти понимаете то есть вот здесь обратите внимание если есть какие-то сомнения лучше поехать домой берегите себя хороших вам углов с вами был геннадий гатилов компания волжанка или доборы нера рекомендую